Когда вы бегаете, вам надо бегать очень спокойно, не заставлять себя, когда вы лежали быстрее, это очень важно. Если вы будете заставлять себя, когда вы лежали быстрее, вы не спорите свое здоровье и жить очень аккуратно. Нет, это совершенно не так. Хорошо? Еще один момент. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Я очень благодарна за то, что вы делаете для людей, и для меня конкретно меняете на жизнь. Дай мне вам здоровье и терпение, конечно. Теперь мой вопрос. Народ в основном жалуется как на внешние обстоятельства, у меня все прямо противоположно. Внешние обстоятельства у меня как-то все время склавливаются, ну, как на людичьи. И при этом я всегда стыкаюсь на взаимоотношениях с людьми, в семье, на работе. Спотыкались? Да, у меня очень нравится. Но это и есть внешне обстоятельства в нашей жизни. Ну, мне кажется, что я что-то неправильно делаю, я хочу понять. У меня характер довольно сильный, тяжелый. И если я стараюсь как-то вот не давить на людей с моим характером, то, как бы, ну, работа не уйдет, разваливается, все, народ начинает потихонечку отлынивать. Да, я вроде как чувствую себя хорошим, но если мне все это начинает надоедать, там, я, там, как руководитель, как член семьи, начинаю закручивать гайки, начинаю давить. Я сейчас вас спрошу, хочу вам задать вопрос. Вот смотрите, вы человека предупреждаете, что он потеряет часть зарплаты, если он будет плохо работать. Предупреждаете доброго, нежного или строго? Ну, вроде неправильно. Правильный или есть правильный? Наверное, есть. Нет. Вот выбор движения по-доброму не решает, не часть зарплаты. Ну, по-доброму не будет. Результат тот же самый, а давление в 5 раз меньше и напряга меньше. Но когда я давление человека, я себя считаю плохой, но я чувствую, собственно, достоинство уроняется. А вот в этом проблема, что вы не понимаете свои правды, во-первых, что действительно, если человек плохо работает, вы обязаны его наказывать. Это ваш долг и ваше право. Вы этого не понимаете. Вы думаете, что вы наказываете, что вы это совершаете насилие, это нехорошо. Так это у вас не падает знания, просто вы не понимаете, как правильно. Ну, вроде женщинам это должна дарить, я стараюсь... А не надо дарить, вы просто человеку говорите. Василий Петрович, если вы так будете, то в программе не приходится сделать одно или движение второго, а потом вас уводит на хорошее. И потом уводит нас, спасибо, Петрович. Вы уводите, дорогой. Просто так работать нельзя, простите. То есть несколько придерживаться той линии, которую я считаю правильной. А как еще иначе, если людей не лежать в строгости, они распускаются? Просто вот один руководитель меня задал такой же вопрос на семинаре для руководителя. Он сказал, смотри, как иначе, очень просто все. Если я строго советую, люди бесятся. Если я как бы мягко, они балуются. Что делать? Я ему объяснил, что строгость – это основа управления. Но строгость должна быть в любом. И вот это самое сложное. То есть мягкость должна быть в любви в строгости, наконец. И тогда люди не могут баловать, потому что все строго. И они не могут слиться, потому что все неудобно, подобно. То есть ты от человека, как бы плохого, плохо к нему не относишься. Ты просто хочешь, чтобы он выполнял свои обязанности. Но мне при этом как раз справиться с тем, что я тогда ощущаю себя террором, прапорщиком в юбке, что я… А это означает, что вы не знаете свой долг. Вы не знаете, например, что руководитель должен наказывать его долг. Из-за этого он очищается от грехов, потому что он так делает. Он наказывать должен по-доброму. С добрым сердцем имеется. Не то, что наказание должно быть лояльным. Лояльность какая-то должна быть, но не слишком большая. Баловать нельзя, что ли? Благодарю вас. Слово «долг» наверное. Вот теперь у меня много вопросов. Я вам лекции читаю по-доброму или строго? По-доброму. Вы уверены? Мне кажется, по-доброму. Нам так кажется, потому что некоторые люди говорят, что Олег Геннадьевич, как монстр читает лекции. Очень строго. Знаете ли, это кто говорит? Те люди, которые мне не верят. Они приходят на лекции и напутают за мной с критической точки зрения. И тогда они видят вот это давление. Ну, то есть, я лекции читаю очень строго. И очень по-доброму стараюсь при этом быть. Ну, может быть, потому что я сама к людям часто обращаюсь. Я вижу, как завуалируетесь, что строго с добротой. А у меня это не получается. Нет, я ничего не завуалирую. Я просто знаю, что строгость необходима, чтобы люди себя меняют. Если я буду людей развлекать, это не является моим долгом. То есть, они будут меняться. Они будут думать, что жизнь — это ерунда, всё нормально, для ля-троя-ля. Послушай, мы продолжаем жить, как жили. Так некоторые лекции делают, чтобы привлечь себе внимание и деньги зарабатывать. Понимаете, я хочу, чтобы вас жизнь меняет. Поэтому мне приходится вести себя строго. Потому что строгость укажет на важность того, что происходит. Но строгость — это не воспринимается как что-то плохое. Потому что строгость, чтобы вы знали, — это лучшая половина любви. Худшая половина любви — это доброта. А лучшая — это строгость. Поэтому в современном мире люди не могут убедить друг друга. Потому что они думают, что строгость — это не любовь. Поэтому отсюда и лимитная юстиция. То есть строгость — это лучшая половина любви к детям. Но при этом она должна быть внутри любви. Поэтому сначала в семейной жизни люди по-доброму должны учиться друг другу себя вести, а потом и строго. Потому что если женщина строго не будет вести себя с мужем, она никогда ее не сохранит. Он обязательно убежит от нее. Потому что строгость останавливает, она включает совесть. Понимаете, люди, боявшиеся строгости, думают, что это вызовет протест в сердце звездного человека. Когда доброта, снаружи строгость внутри, это вызывает уважение, а не протест. А строгость возникает всегда в результате того, что у человека очень глубокое понимание истины. Он понимает свой долг. Это то же самое может быть у человека, который пришел сражаться с врагом. Понимаете, твой долг — сражаться, и ты должен сражаться. В этом заключается твой долг перед Богом. Это описано в Ведах, когда была большая семья, которая правила многими царствами. И в ней произошел раскол. Часть семьи пошла по пути лжи, безбожьей. И они захотели власть. А это были двоих братьев. А другие братья, они как бы шли правильным путем. По законам Бога хотели жить. И они определили решение, как бы, сражаться с Ним. Но в тот момент, когда сражение началось, главный воин Арджуна, он начал сомневаться, что он должен сражаться, потому что ему придется убивать своего любимого деда, который на стороне тех шел. А он и тоже дед не хотел сражаться на их стороне, потому что он понимал, что это не те идут пути лжи, потому что дед был святой. Но он отдал огромной силы. Сейчас с дедом не могут сражаться, но он отдал мистической силы. Он мог всю армию уничтожить. Мы никого не надо было вообще. Его убить было невозможно. Потому что у него было благословение свыше, что он умрет по собственному желанию. Понимаете? Надо было деда пытаться убить вот этого. А почему он сражался на той стороне? Потому что он дал обещание, что всегда будут защищать престола. Те, кто власть и престола, пришли вот эти люди. И он начал их защищать, потому что такого было возрасте обещания. И он никогда своим обетом... Ну, только так все сложилось, что пришлось с родными своими сражаться. И Господь сам давал ему наставление, сказал, что выполняй свой долг. Потому что не в твоей власти оставить человека жить или забрать для него жизнь. Это я лишаю, а не ты. Это то, что у нас произошло сейчас. Для меня нет. Бог отложил как-то на лень свое желание. Показал все внимание. Но все равно было в воде жизни. Вчера, сегодня ушла на живучей жизни. Поэтому как бы мы не властны решать, как это будет. Но этот воин послушал наставления Бога и понял, что он должен выполнять свой долг перед Ним. Ему пришлось убить всех родственников, которые стояли на той стороне. И они пошли все правильно для того, что они погибли, как другие возвышенные вещества. Благодарю Вас. Ваша проблема, что у Вас нет знаний. Вы не понимаете, что выполнение своего долга руководителя, на санскрите руководитель звучит слово, руководитель звучит «кшаб-3». Корень «кшаб» переводится как «насилие». То есть по-русски сказать «насилие». Вот если бы не руководитель называли человека «насилие», было бы страшно, да, звучало бы страшно. Но это правда. Руководитель должен совершать насилие над своим подчиненными с целью привести их к норме, чтобы они выполняли четко свой долг. Не выполняешь наказанного. Так должно строиться управление, понимаете? В том числе и воспитание детей. Но отношение с детьми должно быть по-другому. То есть наказание не должно быть жестоким. Так же, как и тоже в отношении с подчиненными. Нужно человека предупреждать, если это раз, ему объясняют. Вопросы идеологической работы тоже нет, никто не отменял. У нас сейчас на производстве, в руководстве, в производстве вообще нет идеолога. Вот даже в председательном случае, у них были грамотные люди в плане понимания вещей. У них в любом коллективе был политический руководитель, то есть идеолог и администратор. Это правильное управление, понимаете? То есть идеолог, он объясняет важность работать правильно, важность отношений. Вот то, что я сейчас делаю. А администратор, он просто командует, он наказывает. И администратор не может быть идеологом, а не идеолог не может быть администратором. Это должны быть разные люди. Понимаете? Ну, что я с нами? Ну, допустим, если людей не так наглядят правильную работу, не объясняют им это, то они не знают, зачем это надо. Они обманывают, просто все. Приходится наказывать. Чисто административное управление накаляет обстановку. Вот у нас в коллективе есть идеологическое управление, и есть административные люди, они мотивированы оттрудиться правильным. Потому что они имеют знания, зачем им нужно. Ваши спроси. Спасибо, Олег Геннадьевич. Вы вместе, что ли? Нет. Я иду с тобой. Спасибо, Олег Геннадьевич, за то, что вы там приезжаете, за то, что вы читаете нам век. Спасибо большое. Это Бог вам здорово. У меня вопрос следующего характера. Вы часто рассказываете о том, что не надо разрушать свою семью, и если человек какой-то должен рассказать о том, что устроил свою семью, и должен молиться тот, от кого ушли. У меня другая ситуация. Это мой муж. Он ушел из семьи, оставил жену. И вот я не знаю, как... Ну, мы сейчас вместе, мы поженились, но это... Опять же она поженились? Что вы... Опять же она поженились? Нет, он разрушил своей предыдущей женой и женился за мной. А вы... Это произошло... То есть вы его встретили, когда он был женат? Нет, он еще был у меня женат, и он не хотел жениться на этой девушке. Ну, то есть он с ней шил просто. Да, он с ней шил. И он ушел из нее прямо на ваши глаза от нее? То есть он встречался с вами, ушел от нее на ваши глаза? Ну, как бы, не совсем. А как? Вот, получается, мы с ним познакомились, я сказала, что он со своей девушкой сейчас превратил отношения. Мы начали с ним встречаться, потому что он сказал, что он решает мне возвратиться, я его прогновала. Правильно, мы говорим. А потом мы с ним опять начали встречаться, и оказалось, что он мне не сказал об этом, но на этот момент уже с ним женился, он не хотел бы ни женить, родственники заставили, он не женился, но он потом не жил с ней. Вот мы с ним встречались, и потом уже когда мы и Настя, с брата жениться не взяла, ты знаешь, я там уже была жена и развелся. Еще он с ней подключался. Да. Но у него была жена, но не было и не было и не было. Да, да, да. И вот просто, знаете, по началу это не такая сила, что вы меня выдавали, а потом я начала осознавать, сколько вообще мы причинили этой девушке, ну, из зла, и сколько вообще сих пор мы переживали. Женя, сейчас я знаю одну вещь, что я хочу сказать. Вы когда с погружением не знакомились, вы сначала разберетесь, что за птица. Куда ли пили? Может быть, из чужого, не знаю, а то есть такое недолго, когда Петька пришел, Васильеванчик в шубу, Васильеванчик говорит, шубу нашел. Он говорит, где-то нашел. Ну, вот там, ну, было невозможно, там мужик лежит. Он говорит, что, здесь что ли? Он говорит, да, говорит, этот мужик в этой шубе запутался, но я его не распутал. Так, она запуталась просто. Мужики важны. И вы ее распутали. А сейчас они листались уже? Да. Ну, вот это называется плохая судьба. Какая-то она. Что мы делаем с этим? Ну, что мы делаем с этим? Молиться, но она раскаяется, вот что вы делаете. Пока с этим мы не будем. Но даже в этом случае ждите, что Бог все равно что-то сделает вам. Какой-то причине боль в отношении с этим человеком. То есть, даже раскаяние здесь не помогает полностью облегчить вину. Сам поступок все равно будет наказан. Возможно, не так жестко, чтобы разрушить вашу семью. Но наказание обязательно будет. Вопрос, какой силы. может быть не такой силы, чтобы ваша семья была уничтожена. Но если сейчас, как вы говорите, вот сейчас, то вы пока не имеете силы, при этом милости Бога, чтобы эта семья и семья со стороны не иметь. То есть, она в положенный срок должна развалиться. Наша семья. Да. То есть, срок какой-то где-то года через два с половиной лет. Насколько у вас тяжелый период связан с личной жизнью, и в это время его понесет, возможно, назад кто будет, девушек. Но если вы будете молиться Богу, несомненно, Он сделает так, что и девушке будут хорошо, и вашему мужу и вам. Потому что любая тяжелая судьба побеждает с нами. Какая-то она тяжелая не будет. Даже бывает, если человек настолько большой преступник, что кучу людей поубивал, а все равно Бог упрощает. Понимаете? Нет таких случаев, что ко мне пришел результат, человек мужчина говорит, «Долей Геннадьевич, что вы скажете под мое прошлое?» Я смотрю, говорит, «Вы знаете, мы в прошлой жизни очень много людей убили. И за это он тихот отвечает сейчас в этой жизни». Он посмотрел на меня таким взглядом что не холодно стало. Знаете, иногда что из людей смерть есть. человек представителем смерти может играть. Вот он приходит как будто смерть приходит, она за ним идет. Он посмотрел на меня таким взглядом, который меня полон душ сколит. И говорит, «Алина Геннадьевич, я уже живой жизни много людей убивал». «Алина Геннадьевич, не было по... отлично». «Сложно атаковать, я просто знаю, как право». «Жить все хочется». Потому что перед лицом смерти какой-то Олег Иванович, президент Санкт-Петербурга, как раз всем одинаковым. И я сказал, разница в мире, все равно нужна молитва. И это поможет вам избавиться с вашей семьи. Он сказал, я слушаю ваши лекции, я молюсь уже несколько лет. Говорит, а сколько я изменил свои права? Я говорю, на два-три процента изменил. Это супер. Это супер. Мне очень понравилось процентами. Он почувствовал, что есть надежда. Понял, что есть надежда. Мои хорошие, бойтесь делать неправильные вещи. Слышите. Бойтесь делать неправильные вещи, иначе последствия катастрофичны. Прежде чем вы хотите кого-то замуж разделить, и что вы у него за жены. В кем он связан, в Ганс, в руках. Делать это правильно, иначе все. Узнавать все. Если есть какие-то отношения, надо, чтобы он решился. Это не вопрос, прежде чем дальше идти в отношениях. Но если вы уже вошли в отношениях, уже все. До травмы, дорогие. Значит, нужна молитва покаяния. Хорошо молиться, благотолучая женщина, до тех пор, пока у вас сердце и спокойствие по поводу ее не бояться. А потом надо с ней познакомиться. Идти пообщаться еще. Я хочу объяснить, как было с вашей стороны такая ситуация с ней. Почему так произошло? Объясните ей. Потому что она тоже должна к вам относиться правильно. Потому что она сейчас имея право, плохо подумав, могла сказать, разрушить. Когда ты ист проклятие. Что такое проклятие? Когда ты плохо думаешь, имея основания на это. Понимаете? И Господь выполняет это решение. Потому что есть основания. Но если оснований нет, хоть думай, хоть не думай. И ничего не сделаешь. Понимаете? Некоторые к меня прохли. За что? Просто так. Так не бывает. Должно быть основания. То есть, допустим, муж бросает жену с мамой, с детьми, она не работает. Еще говорит, нет, теперь сдохнешь одна. И она думает. Ты за это ответишь. Так просто подумает. И сдыхает он, а не она. Я вам рассказываю реальную историю. Это называется проклятие. А как еще? Каждый человек должен быть защищен за полность справедливости в жизни. Проклятие есть, но оно всегда имеет основания, серьезные. И надо бояться этих решений. Да. Если ты сделал кому-то плохо, то, значит, раскаивайся, молись, чтобы его простить. В этом смысле правильная жизнь, правильная выведение. Спасибо большое. Увидите теперь, почему я ей все-таки отдала? Давайте выйдите. Вот у меня дочка маленькая годик. От нас ушел муж. Вот. Но я не сама виновата. Очень разглядно себя. Очень подобрал. Очень подобрал. Очень подобрал. И на такой строкости. Все время то у своей мамы была, то у него. Потому что вообще в жизни нет условий для жизни. Я верила. Вот. Но, как-то так и сказать. И его мужики, да? Да. Уже веру поменял. Слушала проекции. Вот. Может быть, когда-нибудь приблизимся к свету. Вот. Поэтому потихонечку работаем. И я поняла, почему вы сзади дать микрофон. Потому что ситуация, что у меня, что у девушки очень похожа. И... Кунатору. Да. Поэтому надо видеть с одной стороны и со второй. Вот. Олег Геннадьевич, что можете сделать, чтобы мой человек он просто взялся в такую ситуацию, что я понимаю, что я сама в этом виновата. В чем виновата? В том, что он был хорошим человеком. Сейчас он стал очень слабым и... Ну, он получил реакции за все поступки. То есть человек совершает поступок и дальше получает плоды. А нужно что-нибудь сделать, помочь человеку? Вам надо прибыль молиться за то, чтобы Бог вас... Он с кем-то жил чаще всего? Жил с кем-то, но мне кажется, что там такая ситуация, наверное, он уже туда не убежал. Я иностранную думаю, что вы... Можете спокойствие получить по поводу него? Ну спокойно. Значит, следующий шаг это общение. Ну, changed. Нет, по своей мотиву. Не забывайте его. Просите как дела? Может, реалиметься на зоопу? Может, реалиметься на зоопу? Может, реалиметься на зоопу? Может, реалиметься на зоопу? Можно. Понимаете? Потому что мы путаем человека с Богом. Это общая проблема всех людей на земле. Вот я почувствовал счастье от человека. Всё, значит, он для меня основа моей жизни. То есть не Бог, а человек. Результат такой после этого. Очень. Да, результат человек или наглеет, или ещё что-то с ним не тут происходит. Или просто перестает убедить, потому что ты любовь перетягиваешь на себя. Ну, то есть причина такого поведения — это сильное желание наслаждаться Любовью. Мы эгоисты в Любви, у нас нет представления о том, что это за энергия. Кому она нам ближе? Мы не знаем о Божественности этой силы. Мы хотим пользоваться, наслаждаться этой Любовью. И это вызывает боль в близкого человека, потому что он видит, что это несправедливость. Я говорю ему, меня люби, он хочет себе любви. То есть начинается война или рамы какие-то. И, ну, естественно, женщина, как она любится? По-женски она ведётся очень эмоционально, кричит, плачет. И потом раскаивается, думает, я виноват во всём, что произошло. Виноваты мы оба, ты и я. Просто нужно знать, что виноваты во всём наше невежество. Мы не понимаем, как устроены отношения, что они нам показывают. Они нам показывают, что мы путаем человека с Богом, мы человека хотим счастье. Счастье — это Бог. Ты Богу служишь, Он тебе даёт эту способность быть счастливым в сердце. Ты наделяешь ей также этой способностью быть с каждым человеком. Потому что все люди ущербны, они поэтому и ждут счастья друг от друга. Понимаете? Скажите, а ты тяжёлая судьба, как долго можно деться? Год, полтора? От ростной долгости, а во время работы, сколько нужно продлиться, чтобы изменить эту судьбу. С точки зрения долгости, уже ничего не длиться, у вас уже хороший период, вы можете прямо сейчас восстановить свою семью. Можете. Если бы вы трудились над этим, правильно. А как будет это правильно? Слушайте, кто молится, молится вместе с ними. Это то, что вы сейчас видели, как я делаю, отношения к моему мужчине. Это не главное. Главное, потому что я делаю. Всё остальное тоже хорошо. Хорошо, спасибо. Когда человек идёт к Богу, то Бог смотрит не только на то, кто идёт, а как вы, человек, идёт. Он думает, о, этот человек хороший идёт, он им дичь и кормит, и всё. Но главное идти к Богу. Если человек птичьи кормит, и всё сделает, так Богу не идёт. Чего же не усмотреть? Понимаете, да? Если человек идёт хороший, птичьи кормит, и всё всем помогает. Супер. Если не очень хорош, то тоже нормально. Но если человек к Богу не идёт, тогда чего он не усмотреть? Это вообще Богу не будет, но у нас тоже не большая. Одно, когда идёт идти, чуть не помогает. Я чуть не знаю, снимаю. А идёт идти. Красивые, такие большие. Я сегодня бегал у вас, кто бы прийти. Там парк. Семнадцать сезонами. Свои. И там пусть такие красивые. Утки. Такие лупки. Ой, красивые. Утки. Есть птичьи. Я в посёлке, но там нет птичьи. Ага. Там река дадим. Хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Будьте счастливы. И вы тоже. Я вам всё сказал. Не для того, чтобы вас обыкновить, проклятиться на всё. Я вам всё сказал. Для того, чтобы вы знали опасность, видели её и побеждали. Опасность есть. Теперь нужна сила, молитва, чтобы всё восстановилось. Мы не споряжаемся спецсуспортом. Она не наша штука. Она находится в руках Бога. Каждый человек это должен. Всё, мои хорошие. Дальше после лекции по общению. Одну вещь хочу вам сказать. Ваше желание спросить меня лично, с одной стороны, с правильное, с другой стороны, не очень правильное. Почему? Потому что вы не доверяете своему сердцу. Вы не понимаете, что во время лекции, если вы настроены не на вопрос ко мне, а настроены на Бога, то вы через мои слова прямо вот на этой лекции найдёте ответ на свой вопрос. А если вы думаете, что я лично должен с вами говорить, это неправильное мышление. Потому что у вас тысячи ещё будут ситуаций, в которых вам нужно будет ответ. Каждую секунду жизни есть вопросы. И если вы не научитесь на лекциях находить ответы сами, то это неэффективно и неправильно. Понимаете, некоторые всю лекцию сидят, ждут возможности спросить. И потом лекция закончится, я уже уставший, иду, они у меня на коняк. Я говорю, я ради этого приехала издалека, чтобы вас спросить. А вы должны были приехать, чтобы служить лекцию издалека. Потому что когда вы слушаете с верой, что он ответит на ваш вопрос, то он ответит на ваш вопрос во время лекции. У меня были даже курьёвные случаи, которые я просто прочитал в интернете. Один человек собирал курьёвные случаи на лекциях, которые у меня начали. И один меня очень сильно поразил. Одна женщина в уме спрашивала мне вопросы, и я отвечал на эти вопросы. Она задаёт, я отвечаю, задаёт, отвечаю. Потом она поднимала руку. Один раз поднимала руку, я говорю ей, а что поднимать руку? Я уже и так столько раз вам отвечал на вопросы. Я не помню этого всего. Да, но это так было. Это означает, что Господь ответил из меня. Он меня ввёл в заблуждение, что я её поднимал. Ну как человек, это общение. Меня ввёл в заблуждение, что я с ней общался. Для того, чтобы ей это сказать, чтобы она поняла, что не надо вот этого. Надо вот этого, понимаете? То есть надо в сердце своём общаться с Богом через так же. Таков метод испокон веков существует. Больше того, надо также учиться через Священное Писание, получать ответ. Не только через людей. То есть надо открывать просто, где угодно, Священное Писание, желанием ответить, получить ответ на свой вопрос. Если вы немножко почитав, найдёте этот ответ, а иногда и сразу ответите. Если очень сильно надо, то Бог сразу вам даст возможность открыть на том месте, где вам надо. Кого так было? Вот, пожалуйста. Вы думаете, что как он ничего не знает про вас, он просто не может вам напрямую ответить, потому что такой закон. Мы сами его должны найти. Так и знаете, иногда, как в некоторых странах, муж должен найти невесту. И кто ищет, ищет, ну как бы вот, он уже знает, кто его невеста, просто её надо найти. Ну ищет, и она уже не знает, что делать, как он, когда он наньёт, и какие-то начинает ударные цветочки бросать, и всё, чтобы нашёл, конечно же. Так как Господь, понимаете, он как бы уже не знает, что делать, чтобы мы его нашли. И так, и через этого лектора, и через Священное Писание, подсказки, нам и сразу на той странице открываем, где надо. Понимаете? Человек должен прилагать усилия. Он не должен думать, ой, я на Греции не спросил, значит, всё. Понимаете, неправильно мы шли? Слушай Греции дальше. Изучай Священное Писание, молись. Все ответы здесь находятся. Господь в вашем сердце вам отвечает. Он может и без старшего ответить. Вернее, ну как бы он отвечает, через лекцию, может, через Священное Писание. Через вашу молитву он может ответить. Я раньше точно так же делал, как вы. Я тоже бидался своим старшим, пытался его лично сказать, что потом вот мне объяснили, это начал молиться, и его спрашивают только в самый важный момент для своей жизни. Это бывает крайне летом. В очереди, может быть, разницы, которые, понимаете, один вопрос есть небольшой. Направление просто. Иногда нужно. Но в основном просто молитва, изучение Священного Писания, слушание лекций. Старший должен давать лекцию, чтобы его понимание ещё и было доступным. И сегодня с женой говорили. Я думаю, что она сюда пришла, должна быть. Ну, не знаю, посидеть будет. А? Искать. Как? Невесту искать. Искать на вашу жену? Конечно. Я плохо, плохо, как же за ней. Спасибо вам, что. Неврозок, это подружка, пригласила в Москву почитать лекции, когда женщины. и всем понравилось. Ага. Понятно, есть вопросы. И начали другие тоже. Вот здесь у нас есть девушка, которая очень любит женщине помогать общаться с ними. Она ее пригласила тоже. Она приехала, пообщалась с ее, с женщинами, которые... Кто были из вас на встрече с моей супругой? Угу. Спасибо. Вам понравилось? Угу. Вот.